ИС-3 с механизмом заряжания, ну или с мутным зрением. Годнота или кактус? В этом видео детально его разберем. Поехали! ИС-3 с механизмом заряжания, ну или с мутным зрением. Вторая половина – демонстрация танка в бою. ИС-3 с механизмом заряжания внешне практически не отличается от прокачиваемого ИС-3. Единственное отличие – это форма башни. Ну а по тактико-техническим характеристикам отличие капитальное. Первоначально бы хотелось затронуть скоростные параметры. Дело в том, что у ИС-3 с механизмом заряжания самая низкая удельная мощность среди всех советских тяжей на восьмом уровне. Чуть больше 10 лошадей на тонну. Это говорит о том, что он свою крейсерскую скорость в 37 км в час будет набирать крайне не спеша. Обычный ИС-3, защитник, ИС-6, даже КВ-5 стартуют быстрее. И повторяю, 37 км в час – это его крейсерская скорость. Максималка же 40. И как вы убедились, вращение танка на месте и вращение башни также не камильфо. И все это ведет к тому, что наш ИС-3 с механизмом заряжания является легкой добычей для средних и легких танков. Так как закружить его намного проще, чем моего обычного прокачиваемого аналога. Ну господа, не будем его так сразу жестко списывать, а все потому, что дедуля может очень сильно дать сдачи. Механизм заряжания – это не просто красивое название, а изюминка данного тяжа. Кассета на 3 снаряда, с альфой 390 единиц за выстрел. И к счастью, советский механизм заряжания полностью противоположен итальянскому. Первый снаряд заряжается за 11 секунд, второй за 14, третий за 17. Полная перезарядка кассеты 44 секунды. Долго? Да, долго. Но дело в том, что для максимального урона в минуту не обязательно ждать полной перезарядки кассеты. А как раз таки наоборот, когда полностью разрядили 3 снаряда в цель, нужно сразу же начинать вести огонь циклично. И в этом случае уже средний урон в минуту будет достигать 2730 единиц. Согласитесь, такие цифры на 8 уровне не могут не радовать. Тем более на премиумном советском тяже. Господа, не спешите радоваться, потому что я вас сейчас немножко огорчу. Дело в том, что точность оставляет желать лучшего. Время сведения почти 3 секунды, 2,9. Разброс на 100 метров 0,44. Это самый большой разброс среди всех советских тяжей на 8 уровне. Так что про комфортную стрельбу на дальней дистанции можно забыть. И даже на ближних дистанциях нет никакой гарантии, что снаряды будут лететь точно в цель. Здесь уже как повезет и как захочет казино Wargaming. Потому что такой феномен, как дедовский вертухан, не поддается никакой логике. Это при стрельбе на полном ходу, когда круг разбросан на весь монитор, ты каким-то образом попадаешь прямо в пиксель. Как это происходит и почему, объяснений нет. Но ходят слухи, что разработчики уж очень сильно любят советскую технику. И в знак благодарности, мол, деды воевали, наделили советские танки данной фичой. Да-да, именно советские. Потому что ни на немецкой технике, ни на американской такое не прокатывает. Основные снаряды подкалиберы с пробитием 221 мм. Показатель неплохой. К тому же скорость полета данного подкалибера 1400 метров в секунду. Потрясающий показатель. Снаряд максимально быстро достигает своей цели. И такая скорость полета дает возможность брать минимальное упреждение. Но, к сожалению, подкалибер он и в Африке подкалибер. Нормализация которых по сравнению с бронебойными снарядами в разы хуже. То есть, где наверняка пробьет бронебойный снаряд, подкалибер, скорее всего, даст рикошет. Голдовый снаряд-кумулятив с пробитием 270 мм. Да, для восьмого уровня такое бронепробитие неплохое. Но скорость полета всего лишь 820 метров в секунду. Кумулятив летит очень медленно. Что порой будет доставлять весьма большие неудобства. Особенно, когда еще цель оснащена экранами. Углы вертикальной наводки всего лишь минус 5 градусов. Играть от рельефа местности не получится. Глядя на технические характеристики орудия, с уверенностью могу сказать, что ИС-3 с механизмом заряжания типичный танк прорыва. Исключительно только в ближнем бою дед максимально эффективен. И это подтверждает не только косое орудие, а также броня и обзор. Начнем сначала с брони. Сказать что-то новенькое, чего вы не знаете, не получится. Потому что броня данного тяжа полностью аналогично прокачиваемой ИС-3. Полностью, вплоть до миллиметра. Что корпус, что башня идентичны. Верхнюю лобовую деталь будут пробивать практически все восьмерки и уровни выше. Над семерками и шестерками уже можно будет доминировать. Потому что единственное уязвимое место в лобовой проекции это нижняя лобовая деталь. И если ее грамотно прятать, то пробить деда становится весьма проблематично. Но господа, голду никто не отменял, так что особо наглеть не стоит. В бортах 90 миллиметров. Под прямым углом будут пробиваться практически всеми. По бортам имеются экраны, которые очень эффективны против кумулятивов. И не стоит забывать, что это советские борта. Которые достаточно всего лишь немножко довернуть. И они уже становятся не по зубам, даже десяткам. Но в этом случае, к сожалению, падает приведенная броня щучьего носа. Так что танковать бортами эффективнее всего обратным ромбом. Но в этом случае тоже будьте аккуратны. Потому что если подставить корму, то быть беде. Башня непробиваемая, с рикошетной формой. Правда, некоторые десятки через раз могут пробивать в маску орудия. Ну и про крышу башни, надеюсь, вы все знаете. Прочность танка 1550 единиц. Показатель чуть-чуть выше среднего. Но в любом случае, такое количество очков прочности дает возможность разменивать хп. Выехать на врага, принять от него один выстрел. В ответку же ему прописать 3 снаряда. Кстати, перезарядка между выстрелами 3 секунды. И для полной разрядки кассеты понадобится 9 секунд. Так что рассчитывайте кд врага, чтобы не получить лишнюю плюху. Ну а теперь рассмотрим обзор. Базовый показатель 350 метров. Не зря его еще называют и с 3 смутным зрением. Советская техника большим обзором не славится. Так что вас будут пересвечивать практически все танки других наций. Перками, оборудованием и доппайком обзор можно раскачать до 444 метров. Для достижения данного результата придется устанавливать оборудование просветленной оптикой. Что лично я считаю для этого танка несуразным. Ну а про всякие стереотрубы вообще можно забыть. Комплект оборудования на этом танке должен стоять в первую очередь для улучшения характеристики орудия. Так что стабилизатор, вертикальные наводки, усиленные приводы и вентилятор просто маст хэв. Досылатель, к сожалению, поставить нельзя. Про маскировку тоже ничего хорошего сказать нельзя. Танк большой и тяжелый. Она отсутствует. И я вас прошу, даже не думайте ставить маск-сеть. Имейте уважение к дедам, в конце концов. И да, чуть не забыл. Экипаж всего лишь 3 человека. И обязанности заряжающего висят на командире и наводчике. Так что при контузии одного из них время перезарядки существенно увеличится. Вроде бы у танка стоит механизм дозаряжания и логично было бы видеть отсутствие не только самого заряжающего, а также функции. Но, к сожалению, Wargaming решил иначе. И напоследок, что касается фарма. Скажу кратко, ИС-3 с механизмом заряжания фармить немного. Всему виной очень высокая цена за выстрел. 1180 серебра за подкалибер и 5200 за голдовый кумулятив. Танк имеет полноценный уровень боев и периодически придется воевать с десятками. Ну а там вы сами понимаете, что пробития базового снаряда будет недостаточно. И порой придется использовать голду. Так что использовать деда как основного фармера не вариант. К тому же боекомплект весьма скудный. Всего лишь 28 снарядов. Это не то, что мало. Это катастрофически мало. И остаться с пустым боекомплектом к концу боя весьма реально. ИС-3 с механизмом заряжания просто хороший танк. Ничего более. Он может вам простить множество ошибок. И идеально подойдет для игроков уровень игры у которых ниже среднего. На этом, господа, обзор подходит к концу. Если видео было вам полезным, ставьте палец вверх. Если не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь. А также не забывайте писать в комментариях ваше мнение касательно данного танка. И какую технику желаете видеть в следующем обзоре. Если есть вопросы, пишите мне вконтакте. Без проблем отвечу. Ваша активность лайками и комментариями мотивирует делать меня видео быстрее и качественнее. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok